Анализируя сделанное. Некоторые аспекты развития Краснодарского края с 2015 по 2020 годы. Буквально дни остались до того события, когда мы все пойдем на избирательные участки и отдадим свои голоса за кандидатов на пост губернатора Краснодарского края. Голос каждого из нас упадет в копилку общего мнения избирателей Кубани. И согласитесь, очень важно, куда двинется наша родная Кубань на следующий день после выборов. Говорить и обещать можно много, вот только, как правило, чем больше кандидат обещает, тем меньше потом исполняет. Теория обещаний и реальные дела – это разные величины. Мы предлагаем провести краткий обзор тех дел в нашем регионе, на которые следует обратить внимание избирателям перед тем, как отдать свой голос за того или иного кандидата. Для начала определимся с положением Кубани в сравнении с другими регионами России. Краснодарский край среди регионов России занимает первое место по объему сельскохозяйственного производства, является лидером по производству зерна, сахарной свеклы, плодов и ягод, винограда. Занимает третье место по вводу жилья и объему платных услуг населения. Занимает четвертое место по приверженности населения здоровому образу жизни и по объему розничных продаж и обороту общественного питания. В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России Краснодарский край входит в четверку регионов с максимальным инвестиционным потенциалом и минимальным уровнем инвестиционного риска. Краснодарский край – один из лидеров среди российских регионов по качеству жизни. Далее надо проанализировать динамику роста доходов за пять лет в Краснодарском крае, ведь именно от того, сколько мы соберем в копилку доходов, зависит, сколько мы сможем потратить и прежде всего на социальную сферу. Итак, Краснодарский край занимает четвертое место среди регионов России по инвестиционной привлекательности. Реализовано 387 крупных инвестиционных проектов на сумму более 450 миллиардов рублей. Создано более 20 тысяч рабочих мест для жителей. Реализуется 26 государственных программ, направленных на повышение уровня жизни граждан. На 61 миллиард рублей снижен объем государственного долга края. На 46 миллиардов рублей увеличились расходы консолидированного бюджета на социальную сферу. Краснодарский край – один из лидирующих регионов по объемам водожилья. За пять лет введено в эксплуатацию более 22 миллионов метров квадратных жилых зданий. Благоустроено более 420 объектов. В полтора раза выросла протяженность ремонтируемых автодорог. За пять лет отремонтировано 3124 километра региональных автодорог и 166 километров дорог местного значения. С 2015 года по 2018 ликвидировано более 48 тысяч квадратных метров площади аварийного жилья. Переселено 3735 человек из 174 аварийных домов. Капитально отремонтировано 2997 многоквартирных домов. С приходом 5 лет назад новой команды в Краснодарском крае практически начала свой путь промышленности. Объем налоговых и неналоговых поступлений от предприятий промышленных отраслей увеличился с 7,8 миллиардов рублей в 2015 году до 11,2 миллиардов рублей в 2019 году. В настоящее время реализуется 5 крупных инвестиционных проектов. В 2019 году государственная поддержка промышленности края достигла 728 миллионов рублей. Создано 3 индустриальных промышленных парка. Еще 2 находятся в процессе создания. Агропромышленный комплекс Краснодарского края – это локомотив сельского хозяйства всей России. За 5 лет выделено 2 миллиарда рублей для фермеров. Господдержка для малых форм хозяйствования достигла в 2019 году 1 миллиарда 400 миллионов рублей. 315 крестьянских фермерских хозяйств и 39 сельскохозяйственных потребительских кооперативов получили гранты на развитие. За 5 лет в агропромышленный комплекс края привлечено 217 миллиардов рублей. Объемы инвестиций в агропромышленном комплексе выросли в полтора раза. Реализовано 198 проектов на общую сумму 113 миллиардов рублей. Создано 9 775 рабочих мест. В конечном итоге получаемые доходы надо распределять по расходам. И здесь администрация Краснодарского края ставит приоритет в социальную сферу. За 5 лет приобретено 43 новых фельдшерско-акушерских пункта и 24 мобильных комплекса для жителей сельской местности. На 50% увеличилось количество кабинетов врачей общей практики с 2015 по 2019 годы. Более чем на 2 года выросла ожидаемая продолжительность жизни в крае. За 5 лет построено 19 спортивных залов, 56 многофункциональных спортивных площадок. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями вырос с 36% до 58%. 2 745 262 человека систематически занимаются спортом в Краснодарском крае. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 100%. Построено и приобретено 70 зданий детских садов. Возведено 52 пристройки. Реконструировано 13 зданий. Капитально отремонтировано 66 детских садов. За 5 лет создано 29 394 дополнительных места благодаря строительству и ремонту школ. Построено 50 школ. За 5 лет выделено более 8 тысяч земельных участков многодетным семьям. Ежегодно в детских лагерях и санаториях отдыхают более 30 тысяч кубанских детей. Ежегодно более 2,5 тысяч человек обучаются навыкам по уходу за тяжело больными людьми. В Краснодарском крае действует 13,5 тысяч клубных формирований по творческим направлениям. Охвачено более 300 тысяч человек. Ремонтировано 396 учреждений культуры, среди которых школы искусств, музыкальные и художественные школы, дома культуры. В 2019 году более 2 миллионов человек посетили всероссийские международные акции. В 2019 году количество туристов достигло 17 миллионов человек. Количество экскурсионных маршрутов выросло до 283. Количество объектов турпоказа выросло до 625. Развивается сельский туризм. Количество объектов сельского туризма за 5 лет увеличилось с 45 до 100. Владимир Владимирович Путин оценил работу краевого руководства. Оценить вашу работу как минимум удовлетворительно. Это высокая оценка президента России. В начале, уважаемые заводчане, мы предупреждали, что будет краткий обзор развития Краснодарского края за последние 5 лет. Обзор получился действительно недолгим. Но мы надеемся, что вы оценили те вехи, что установила сплоченная команда краевого руководства в это нелегкое для России время. И теперь вам решать, как распорядиться вашим бюллетенем.